Так, ну что ж, нас немного, но и доклад, в общем-то, не самый первый на этой конференции. Я бы даже сказала заключающий, один из заключающих, очень внезапно. Если что, я тоже, в общем-то, в ужасе, ну ладно. Три, два, один, ноль, совершенно точно 17.30. И мы с вами сегодня поговорим вместе со мной, обсудим поиск найм, анбординг джуниоров и стажеров. Рассмотрим пару примеров из моей практики и расскажу вам о том, как я делала это в последний раз. Итак, немного обо мне. Я в тестировании, наверное, с того момента, как мне выдали первый паспорт, по которому можно нормально работать. То есть это уже 10 лет, 10 месяцев, часов 8 еще, наверное. Что я только не тестировала? Это был и госзаказ, и оборонка, и беттинг, высоконагруженные системы. Сейчас вот работаю в компании под названием «Новые технологии». Нас, ребят, немного, мы занимаемся ставками и казино, слоты, вот это все. И так получилось, что у нас 10 разработчиков, я была одна. Не нужно было кого-то себя найти. Как обычно мы начинаем поиск? Очень часто мы приходим к тому, что нам не хватает людей. У нас есть, допустим, бутылочное горлышко в тестировании, все очень плохо. И первое, что в этой ситуации надо спросить себя, а у нас точно с процессом все в порядке? Потому что мы можем нанять очень много народу, и это ничего не исправит. Есть такая штука, закон Брукса, который говорит нам о том, что если проект горит, и ты продолжаешь нанимать туда людей, то время его окончания увеличивается экспоненциально в соответствии с тем, сколько людей ты набрал. Вот. Так что первое, что мы делаем, это мы оцениваем. У нас действительно есть настоящая нехватка. Это по шкале от 1 до 10, где 1, это я могу YouTube посмотреть, и 10, это у меня даже нет времени выпить чаю или перекурить. Я у себя оценила, оказалось, что да, соотношение 1 к 10, это не очень. Я даже в отпуске уйти не могу. Дальше. Нужно определить, что мы хотим от этого человека. Может быть, я хочу нанять человека, который просто отдать ему все автотесты, пусть он это делает. Или отдать, допустим, ручное, и я буду заниматься автотестами. Или я хочу, чтобы меня подстраховали вот здесь. То есть у меня заранее есть список, я знаю, что я хочу. Дальше. Это дофига важно. Мало ли там, что я хочу, какие возможности есть у моей компании. То есть есть ли у меня вакансия. Вакансия у меня есть с какой вилкой. Типа, если я понимаю, что мне там хочется автотесты, но вилка у меня только там. Ну, ты можешь взять кого-то, ну, тысяч на 80. Ну, это без шансов, я буду искать вечно. Кроме того, собственная заинтересованность во всем этом найме, поиске и прочее. Кому-то нравится проводить собеседование. Лично я не люблю. Мне нравится проводить собеседование, искать. Мне нравится, чтобы у меня уже была команда, с которой мы работаем. Так что чем быстрее, тем лучше. Ну и сколько у меня есть времени. Мне срочно, мне не срочно. Обычно можно там на поиск открыть вакансию и искать очень долго. Потому что чем выше квалификация человека, которого мы ищем, тем дольше мы будем его искать. У меня были в практике случаи, когда я искала человека на ручное тестирование год. Обычно вакансии там висят по полгода и так далее. Со стажерами этого нет. Ты поднимаешь табличку, у меня есть небольшой вход в IT. И туда сразу прибегают. И туда сразу приходит очень-очень много народу. И у нас появляется... Извините, я немного сбилась, потому что нервничаю. Соответственно, у нас есть два стула. На одном из них у нас наше вечное одиночество, в котором мы ищем себе кого-то с квалификацией выше джуниор. И на другом у нас 500, 600, 700, 1000 и так далее откликов, резюме, собеседований на стажера. То есть, либо людей дофига, либо их нифига. Я решила, буду искать стажера, потому что я тороплюсь и я могу научить. И, собственно, с помощью чего я буду искать своего стажера? У меня есть описание моей вакансии. Я решила, чего? Мне не нужно высшее образование. Мне не важно, сколько тебе лет. Мне не важно... Да, в общем-то, вообще ничего не важно. Хард скиллы-то тоже не надо. Курсы, ну, пусть будут, может быть, и не будут. И мне надо проверить, придет ли тот человек, который на самом деле нужен мне. Я расскажу потом, как я их ищу. Я вот смотрю на свою вакансию. В моей вакансии написано, предлагаем денег. Денег даем малым. Что надо будет делать? Делать надо будет, писать кейсы, что-нибудь еще, что-нибудь еще, что-нибудь еще. И мы начинаем проверять. Вакансия написана нормально, если у нас нет орфографических ошибок, у нас не попала зловерстка, у нас нет завышенных, зашкаливающих требований. Типа, мочь самостоятельно реализовать, написать собственный протокол передачи данных. Нет, ко мне никто не придет. Моя вакансия не должна быть слащавой. Типа, привет, ждем тебя на нашем классном пате. Нет. Тоже, это не очень хорошо, потому что опять откликнутся не те люди. Я ориентируюсь на то, что хочу я, на то, кого лично я могу научить. То есть, это может быть идеальный стажер в вакууме, но лично мне он не подходит. Да, нормально. Ну и что же, мы приступили к поиску. У нас уже нету непугающих вакансий, где требуется там все на свете за 3 рубля не унесительных, где требуется хоть что-то, но денег нет совсем. И это не слащавая вакансия, где у меня будет очень много откликов абсолютно нерелевантного вида. Обычно, если ищем стажера, это вообще хороший совет. Лично я свою вакансию в самый низ разместила там тестовое задание. Типа, если тебе интересно, вот есть небольшое тестовое задание. То есть, тот человек, который смог, справился, он внимательно прочел описание вакансии. Он встретит тестовое задание, и это отсекло мне примерно 80% кандидатов. Потому что не гляди, отклик, нажимай, это каждый второй. Несмотря на то, что кто-то его все же не сделал, кого-то я все равно позвала, но тестовое я очень рекомендую в качестве первого сита для джуниоров. Какими они обычно бывают? Проще всего найти там один дефект на нашем сайте или опиши, как ты попадешь на наш сайт. Ну, лично мы работаем, мы из России не работаем, я надеюсь, что человек справится с тем, чтобы включить VPN. Если не справился, то потом трудно будет. Или как выглядит баг. Ну, обычно это именно задание на то, как формулировать свои мысли. Если человек хоть что-то может, то уже из этого и будем исходить. Где будем искать? Ну, в первую очередь, конечно, мы будем искать на HeadHunter или где-нибудь еще. Кого нам HR принес, того мы и спросим. Во вторую очередь, мы рассмотрим варианты с внутренним наймом. То есть я смогу взять человека, который делал у нас в компании что-то другое, например, саппорзил. Ему не надо объяснять, кто мы, чем мы занимаемся, как там, чего работает, что это все такое. Но у этого есть подводные камни. Например, проблема с переводом из отдела в отдел. Это может затянуться. Ни один раз такое было, что классного чувака совершенно переманиваем из одного отдела в другой. По пути переругались с руководителем отдела, со своим руководителем. И чувака в итоге перевели только через полгода. Потом профильные каналы. Ну, не знаю, это канал про аниме. У меня как раз есть вакансия разработчика на ГО. Родственники, знакомые, друзья. Тут я не советую. Честно, не советую. Человек может быть очень хороший, но вы потеряете его как друга. А как коллегу так и не найдете. Ну, кому-то может понравиться, но не мне. Если компания крупная, можно открыть собственную интернатуру. Набирать туда ребят из последних курсов, вузов и так далее. Ну, или еще откуда-нибудь нанимать. Но тут у меня был пример. Мы открыли интернатуру, набрали 500 человек. Из них... Причем это была оплачиваемая интернатура. Мы прособеседовали 500. Или 600. Из них набрали в интернатуру 40 человек. Из них у нас осталось работать 5. А спустя 3 месяца их осталось 2. Ну, не то, чтобы классный выхлоп. Возможно, мы что-то делали не так. Но мотивации у студентов старших курсов на то, чтобы работать, почему-то не очень много. Ну, исходя из моей же практики. Нас там не ждет ничего хорошего. И читать резюме стажеров – это очень стрессовое занятие. И надо, главное, не бояться... Тебе кажется, что-то тут не так. Это не кажется, не надо тогда звать. Небольшую поправку процентов на 10 можно сделать, потому что надо учитывать, что человек может сам к нам не пойти. Или там не написать, или он безалаберный, или что-то еще. Но в среднем, вот последний раз, короче, в среднем на 300 резюме джуниоров и стажеров я зову обычно одного или двух. В случае, когда я провожу собеседование на более высокие уровни, тоже примерно на 20 собеседований одно успешное. Опять же, лучше дать лишнее тестовое, чем нанять кого-то не того. Потому что всегда уволить и не пройти испытательный срок – это всегда... И у вас головная боль будет, и человека огорчите. Не надо так делать. Я провела опрос, попросила примерно 80 человек, которые работают в QA. Кто-то только начинает, кто-то там продолжает. И создала тут небольшие облачка тегов для того, чтобы вас развлекать. Что люди не любят в резюме, что сразу вот шоу-стопер. Просто не текста. Капслог. Неумение формулировать мысли. Например, я бы хотел, чтобы в офисе было формлено в стиле лофт, потому что я люблю дерево. Ты такой, следующий. Кому-то вот не нравится английский язык. Кто-то видит там завышенные ожидания, кто-то видит незаинтересованность. У меня в последний раз был следующий панковский набор требований. Первое. Режиме не должно быть проплаченным. Я хочу видеть, что человек создавал его зам. То есть там нету таких формулировок, как стрессоустойчивость, коммуникабельность, любовь к работе в команде. Нет, этого всего нету. Потом в камеру входит кошка, ты теряешься, ты не стрессоустойчив. Если человек настроен на ручное плюс софт-скиллы, мне это не надо. Мне нужен второй человек, который мне реально поможет, который не будет отказываться, потому что это кот там или еще что-то. Кому-то такие пригодятся, мне было не надо. Мне был нужен такой среднестатистический, усредненный кандидат, который не боится хаоса, который готов учиться, который понимает, что заниматься придется всем, потому что у меня есть бэкэнд, у меня есть фронт на вебе, у меня есть мобила. И если тебе из этого что-то не устраивает, ну, сори, нам не по пути. Круто будет, если будет предыдущий опыт работы хоть сколь-нибудь релевантный. Что значит релевантный? Это не значит, что он был айтишником. А вот если он крутил трансформаторы, или, может быть, наоборот, работал в салоне сотовой связи, он либо может выразить свои мысли, либо может договориться, либо не боится там железа. Ну, такие вот общие именно качества характера, а не хардскиллы. А, ну и опять же, если человек рассчитывает на то, что это будет крупная компания, в которой все будет в порядке. Ну, то тогда тоже у меня не то, чтобы было много шансов. Вот, а за это вот опрошенные мной люди считают хорошими штуками для резюме, которые там, позовем, посмотрим. Образование, интерес, курсы, теория, инструменты. Вот, у меня совсем другой был подход. Я искала в резюме ровно, на самом деле, одно. Чтобы было видно, что это живой человек, который, ну, он мне не соврёт, он будет честным. Потому что, вот, если мне будут врать или ещё что-то такое, это очень плохо. Вы видите, я немного даже растерялась и вся схема доклада поползла, ну да ладно. Вот. Я забыла, что у меня здесь есть нужный слайд. Собственно, вот он. Мне всё равно. Ты не бросишь свою задачу. Ты не будешь мне врать. Ну, есть, готова? Да-да, уже сделал. Точно? Ну, почти-почти, там осталось минут 15. Кстати, вот ты два дня назад давала мне с тестовыми данными архива, какой от него пароль? И ты понимаешь, что всё совсем не окей. Поэтому, и чтобы человек ничего не заражал остальных паникой. Потому что джун, который шанелит в канале на тему того, что ничего не работает, на самом деле у него интернет отключился. Это плохо. Не надо подписывать на это своих коллег. И опросила 30 джунов, начинающих карьеру, людей первого года работы, о том, что они хотят видеть у ментора, что они хотят видеть в своей первой компании. И, ну, вы, в общем, видите. Я посмотрел на эти результаты, подумал, я никогда никого не найму, потому что у меня в компании процессы, ну, они небольшие. Потому что у нас там в разработке всего человек 15. То есть у нас не будет ни налаженного анбординга для человека. У нас не будет тестового проекта, который ни на что не влияет. Это не о том. Это просто небольшая такая вполне себе продуктовая разработка. Так что сразу смотришь на резюме, понимаешь, что человек ждет от нас вот этого, а вот этого у меня нет. И ориентируешься уже из оставшихся. Ну, я смотрю, естественно, резюме, позвать или не позвать. Для кандидата есть риски. Не каждый любит работать с беттингом. Это плохая карма, это нехорошо, мне откажут. Не каждый готов к действительно быстрому обучению. Когда тебе дают там пачку задач, объясняют здесь, здесь и здесь, а ты хотел работать с 9 до 6 и не напрягаться. Ну и на основании этого всего, значит, я проанализировала 300 резюме в последний раз, из них позвала трех, поговорила только с двумя, потому что один все перенес. И в итоге одного заняла. Заняло у меня это неделю, что, по-моему, круто для нашей с вами области. Ну, пришел ко мне человек на собеседование, о чем я буду его спрашивать? Я хочу только одного за эти полчаса, час. Я хочу узнать, как этот человек думает, чего он хочет. И могу ли я ему это предложить, могу ли я его научить? Обычно спрашиваю там, почему ты решил пойти в тестирование, почему, ну, базовая теория, что такое стеклянный ящик серый и так далее. Это вопросы просто о том, что чувак подготовился к собеседованию, классно. Потом небольшое практическое задание. Не знаю, вот тебе протестирую небольшую веб-форму. Ну, и там что ты читал, чем интересуешься. И слушаешь не сами данные, а слушаешь, как человек ведет себя, что он выбил для того, чтобы рассказать. Ну, и как он думает в основном в той части, где практическое задание. Например, один из самых больших минусов у кандидатов после вышки – это вот он не знает. Ну, ты не знаешь, блин, ты не знаешь, скажи это. Нет. Он будет говорить просто потому, что есть правило. Если ты говоришь, значит, все нормально. Вот препод видит, что ты разговариваешь, и это супер. Здесь нет, здесь не супер. Вот, да, именно эти вопросы себе, значит, задаешь. Например, собеседовала человека, и у меня была заданица. Небольшой код теста на JavaScript, то есть там пейдж-клик то-то, go to URL то-то, ничего кроме базового английского было не нужно. Он начал у меня кричать, говорит, как ты вообще смеешь меня потом спрашивать? Я не знаю JavaScript, я заранее это сказал. Окей, ладно, не берем конфликтных, и без того тяжело. Ну, и вот, договорились о первом дне. Пусть выходит. И заранее мы должны подготовить и нашу команду, и перечень всяких вещей для того, чтобы ему было комфортно работать. Первое – это доступы. Если он пришел, и у него нет компьютера, нет доступов, нет документации, нет чего-то еще, вы теряете время и свое его. Во-вторых, заранее список ПО пусть устанавливает. Первые три дня это обычно и занимает. Коротенько о том, что мы здесь делаем, и, соответственно, кого где меншинить. Я даже не знаю, как прокомментировать этот слайд, но вот слайд как слайд. Что еще? Еще заранее надо придумать задачи. То есть что мы ему дадим, какие-то будут задачи. Я обычно делаю так. Одна задача ужасающая. Она унылая, она рутинная, она понятная по своей сути, но она утомительная. Например, проверить, что у нас весь зеленый в интерфейсе – это уставной зеленый. Или мы отправляем события аналитики на каждый клик мышкой. Нужно проверить. Их там две тысячи, пока на этот тестов нет, ну ты посмотри. Чисто посмотреть, как человек относится к рутинным задачам. Мы из этого поймем, то любит он дорисовывать остаток совы, или ему больше нравятся какие-то исследовательские задачи. У меня так был коллега, которому тоже я дала унылую задачу, которая состояла в том, чтобы переставить операционную систему на 60 телефонах. Первые два телефона у него в руках сломались. Ну, что поделать? Ну, просто дала ему учебник по, насколько я помню, Руби, и говорю, я в тебя верю, если тебе больше нравится автотестирование, занимайся этим, да, учись вместо работы. Да, это сработало, кстати. В людей стоит верить. Вот, потом радующая задача. Если человека посадить за рутинную задачу, которая у него не получается, у него все упадет, мотивации не будет, нужно небольшая задача. Мы подвинули там лейбл на пару пикселей право. Супер. И человек видит, что он только пришел, и вот его задачи уже появляются напротив той или иной степени. И это очень сильно мотивирует, что я уже приношу какую-то пользу. Вот. Задача третья творческая. Например, там, как сделать то-то, или там спроектировать какие-нибудь кейсы, где можно самостоятельно изобретать велосипед, чтобы посмотреть, умеет ли человек их изобретать. Ну и дополнительная задача из серии на подумать, которую он может даже и не делать, чтобы, если что, он мог переключиться на что-то и отвлечься. Изначально любые действия вашего стажера нужно будет проксировать, для того, чтобы не конфликтовать с командой, для того, чтобы вы понимали, чтобы сразу все исправить. И делать это, ну, в среднем надо две недели. То есть сначала вы проксируете все через себя, потом только каждое второе, и потом только каждое третье. И в итоге вы ходите на нормальный ритм. Тут главное уметь остановиться в проксировании. Ну и с общением с командой тоже. Сначала объяснить. Вот здесь там будь осторожнее. Вот эти ребята любят дефекты. Эти ребята, этим ребятам можно писать в личку. К этому чуваку лишний раз не ходи. Ну и если сами лажаем, то тоже признаемся. Потому что никто не идеален. Ну и если стажер, допустим, прот уронил или накосячил, его надо прикрывать. Без этого никак. Если какой-то косяк нашего же стажера, то говорим, что это мой личный косяк, я ему сам приказал. Ну, например, что угодно говорить. Надо понимать, что не всегда на стажера есть время. И то, что стажер, допустим, у него задача закончилась, он за новой не подошел, это тоже нормально. Поэтому вот в стеке всегда должны быть какие-то задачи, которыми он может заниматься. И надо понимать, что когда ты кого-то обучаешь, он может просто поперегреться. От того, что данных очень много и новые уже не загрузить, если старые еще в кэше и не ушли в долговременную память. Ну и, соответственно, портить это как? Ты идешь по лезвию бритвы между двумя суперсмертными грехами. С одной стороны, ты за человеком бегаешь и все за него делаешь. И давай я за тебя тут, не знаю, ванюшек кушать будешь. И с другой стороны, ты просто забыл про этого чувака, и он не знает ни у кого ничего спросить. А потом приходишь к нему и спрашиваешь, почему ты еще не разобрал тут, не построил тут семь розовых кустов и так далее. Но, несмотря на вот это вот все, что тут рассказываю, может быть, что вы действительно наняли не того человека. Его надо тогда отпустить. Это называется рост через увольнение, если кому интересно. Но нужно очень тщательно взвесить. То ли может день такой, тогда надо собрать обратную связь с окружающих, как они с ним работали. Надо проанализировать все четенько, но с решением, конечно же, не затягивать. Обычно в середине, где-нибудь на экваторе, это уже будет понятно. И дальше неделю еще трекаешь, так краем глаза. Ну, и, соответственно, либо пан, либо пропан. Что, опять же, говорят мои друзья из моего соцопроса? Они говорят про уныние, про хамство, про агрессию, про лень, про срывы сроков и про даже отсутствие попыток что-то понять. Вот. Ну, и, соответственно, где-то через месяцок-другой, если следовать моим офигительным советам с предыдущих слайдов, если нам понадобится расширение команды, то мы уже вдвоем с новым коллегой сможем его нанять. Вот. Тезисно. Тезисно. Значит, точно ли нам кто-то нужен? Как нам отсеять всех непосходящих кандидатов? Что самое главное? Самое главное – это что именно этого кандидата могу научить я. не тому, что он в принципе крутой, а что именно я могу его научить, он понимает мое чувство юмора и такие вот странные вещи, которые на самом деле все же можно измерить. Соответственно, всякие стартовые данные для него, четыре задачи, понимать, в каком месте тебя самого несет, поглядывать, продолжать в том же духе. Вот. This is it. Вопросы, предложения? Здравствуйте. Господи, хорошо, я стою. Спасибо, Полина, за доклад. Я хотела узнать, был ли такой кейс, когда стажеру закрывали испытательный срок, он, допустим, становился полноценным членом команды, а потом оказывалось, что он, условно говоря, жопу рвал только пока был стажером. И дальше он такой, ну, я, пожалуй, не буду ничего делать. И как ты справлялась с таким кейсом? Слушай, ну обычно три месяца – это тот срок, на который у тебя не хватит маны просто притворяться. Ты начинаешь переставать проксировать, и в этот момент, если это жучило, то он покажет, значит, что там действительно возникают какие-то проблемы. Но это вообще видно. Если ты видишь, что человеку действительно интересно, то он не будет там следить за таймингами особенно сильно. Или там честно скажет. Поскольку я очень сильно фиксируюсь прямо на честность, ну потому что как иначе? Если ты врешь своему адвокату, то мы не сможем тебя защитить. Ну, в общем, разнообразие залога чеха. Да. А кроме того, ну вот смотря в какое время после испытательного срока, не может быть такое, что человек успешно три месяца и обманывал и себя, и команду, и при этом делал там… Ну, в таком случае, если человек начинает филонить, то ты просто даешь ему более мелкие задачи, которые требуют выполнения каждый день. Ну, что поделать. Дальше это уже просто построение отдела. Если ты понимаешь, что он может, но просто не хочет… Это слово, да. Да, именно. Спасибо. Привет, спасибо за доклад. Я много услышал о том, как выглядит этот процесс со стороны руководителя, со стороны наимодателя, но не стоит забывать, что стажеры – это люди, которые обладают маленьким количеством опыта, они не всегда знают, что их ждет. И я хотел спросить, подумали ли вы о том, насколько действительно прозрачным является этот процесс и дальнейшие возможности развития для самого стажера. Спасибо, что ты напомнил. Потому что на моем опте я прошел две программы стажировки, и у меня были такие случаи, что по итогу прохождения стажировки я оказался не нужен команде или меня переводят в другую команду, или ожидаемый график работы, который я хотел, не соответствует тому, который мне могут предложить. То есть насколько все это понятно человеку, которого вы нанимаете? Ты как раз напомнил мне о том, что в одном из слайдов у меня были про это заметки, но я их не сказала как… Вечер. Смотри, когда ты кого-то набираешь, то вы заранее, во-первых, обсуждаете это на берегу, во-вторых, у вас есть план на испытательный срок, причем он, конечно же, может в рамках этого срока корректироваться. И вы, конечно же, периодически там встречаете… Ну, не то, что вы встречаетесь, поскольку вы работаете в паре так или иначе, то спрашиваешь там, а все в порядке, все ли понятно, вот это вот тебя не смущает там. Вот здесь у нас будет такой вот пересмотр. Если я хочу честности от другого человека, то как иначе я могу ее предоставить, кроме как быть честной самой? Поэтому просто если мы видим, что почему-то наш новый коллега тупит и боится задать вопрос, это да, это придется объяснить и дополнительно провентилировать. Лучше лишний раз поговорить, чем столкнуться с проблемами. Я ответила на твой вопрос? Привет, спасибо за доклад. Подскажи, у тебя там в начальных слайдах было, что вы долго искали себе нового коллегу, но как ты упомянула ранее, что ты зашивалась, да, одна была на проекте, вот это вот все, а почему нельзя взять просто руки рабочие, то есть которые бы тебе закрыли и разгрузили бы тебя, а потом уже думать на более перспективу, скажем так. Так это самое. Я о чем и говорю, что лично для меня нормальная тема, если мне надо быстро, то я просто возьму Джуна, да. Но до того в моей практике были случаи, когда вакансии висели по год-полгода, то есть там не то, чтобы оно супергорело, но мы всегда ищем там таланты, да, это норма. И еще вопрос, как ты разделяешь ту грань, что у тебя есть Джун без опыта, и ты будешь вкладывать свое время и свой труд, чтобы его обучить, нежели взять кого-то, кто уже знает теорию, и какие-то навыки у него есть. Ну, слушай, если я размещаю свое резюме как Джун, или как интерн, или как стажер, предполагается, что я прочел хотя бы Савина. Пожалуйста, не читайте Савина. Лучше Куликова читайте. А если человек прочел хотя бы Савина, то я спрошу его про теорию. А насчет профильных курсов, если это и об этом, что, может быть, лучше отдавать предпочтение людям, которые прошли какие-то курсы, я бы так не сказала, потому что в одиночку человек может точно так же изучить то же самое с помощью тех же самых книг, но, допустим, не хочет ходить на курсы. В общем, тоже нормально. Я же не выбираю людей, которые любят курсы. У тебя получается тогда, ты будешь тратить время на посвящение его в тестирование, да, и плюс посвящение его в продукт, что будет двойная работа. А нежели вот у него в резюме, кроме как хочу и начал читать Савина, но не закончил, потому что он нудный, нет ничего. Ну так я его не позову уже на этом этапе. Хотя, знаешь, один раз хотела позвать, там было резюме, в котором было написано о себе. Прочел все книги о тестировании, скобка открывается, Савин, скобка закрывается. Я думаю, здорово. Прочел все книги по матанализу, в скобках, учебник для церковной приходской школы. Спасибо. То есть я рассчитываю на то, что какое-то минимальное знание там есть. Возможно, не очень адекватное, это мы уж на собесе объясним. Вот, еще? Привет, спасибо за доклад. Предыдущий вопрос типа породил мой вопрос. Сейчас появилось очень много курсов, на самом деле, действительно. И вопрос такой, как отсеивать чуваков. По-моему, вчера тоже была лекция, тоже про какие-то базовые вещи по теории всего вот этого найма и прочего. И был вопрос тоже. Вот их появилось очень много, и их качество очень, ну, типа... Разные. Мягко говоря, да. Разные. И как ты считаешь, вот, чувак прошел курс, да. Он его прошел, приходит, типа, у него светлая голова, но, типа, из-за курсов у него, ну, они, наверное, натолкали в него, типа, плохую информацию. Таких, очень, курсов стало сейчас много. К сожалению, да. Да. И вот как с таким быть, как таких выцеплять, как таких отсеивать? И как им, как отсеивать тех, у которых светлая голова, но забита фигней, от тех, у кого, ну, типа, беспреспективных. Вот так. Ну, смотри, во-первых, у нас есть, во-первых, у нас есть блок о себе, в котором человек о себе рассказывает, во-вторых, про курсы он обязательно напишет. И вот я очень не люблю, когда курсы пишут в опыт работы. Просто вот, просто вот, ну, это личное, наверное, предпочтение, но когда я вижу курсы в опыте работы, мне становится плохо, я просто смотрю на следующий рис. Да, я знаю. Так HR советуют писать курсы в опыт работы. Ну, так HR это советуют, но должна же у человека быть какая-то своя голова на плечах, нет? И в этом случае, если там что-то есть, то я увижу это в блоке о себе, скорее всего. Ну, да, ну, прям плохих курсов, ну, даже не знаю, значит, прям плохих курсов. Да, там может быть что-то ошибочное, но это все узнается с помощью, если уж ты уж позвал человека на собес, то есть вопросы с открытым ответом, на которые нет правильного ответа. Ты просто спрашиваешь, а как ты думаешь? И вот когда человек мне что-то рассказывает, как он думает, как на это отвечать, на курсах не учили. И ты вот тут это и узнаешь, в общем. Вопрос из онлайна. А как быть, если вся токсичность человека начинается именно после испыталки? Знаю такую реальную ситуацию, где было не видно это по человеку. В итоге его пришлось увольнять, давая ему сверх еще деньги. У меня тут нету... Нету цензурных и понятных ответов даже, я бы сказала, скорее только юмористические. Но как значит, как на испыталке не была понятна токсичность человека? Ну что это значит? Если кто-то там прям супер токсичный, то ты уже на испыталке даешь ему боевые задачи, он ходит, он общается с другими людьми, он там делает то, делает это, и прекрасно понимает, что испыталка – это не то, что все, ура, вы прибыли в IT, можно, короче, пойти спать. Что это вот как бы первое испытание, но дальше легче не будет, будет только хуже. Когда ты даешь человеку задачу, когда он учится, то ты первое время анализируешь. Ну и ты потом тоже в курилке с кем-то там, ну что, как, нормально все? Да, нормально. Или там, да нет, не очень. Естественно, проверить, верифицировать, там, пришла тебе негативная обратная связь. И ты такой, тоже ей на слово верить не стоит. Например, брала стажера тоже, и пока я ушла в отпуск, моя команда чуть его не уволила, потому что по нему, по нему пришла первая, по нему пришла сначала обратная связь. Унылый, молчаливый, некоммуникабельный, там, скрупулезный. И он говорит потом, слушай, по мне проходило уже две обратных связи, и первый раз моя средняя оценка была три, но вот прошло три месяца, и моя средняя оценка два и один. И они все еще считают меня занудой. Это был очень честный чувак, и до сих пор вот респект ему. И моя команда, моя команда в итоге, теперь после того, как они разошлись, они его все уже к себе нанимали, звали и так далее. Все в итоге было хорошо. Это я к чему? Мысль-то сбилась. Потому что ей негативную обратную связь тоже надо верифицировать. А насчет токсичности, ну, типа, сами виноваты, что прощелкали, что же он у вас три месяца делал. Или она. То есть за этим просто надо следить и анализировать. И это не может пройти мимо, если человеку уже дают продуктовые задачи, а ему их обязаны давать, если три месяца уже прошло. Вот. На этом вопрос и все. Да, больше вопросов нет. Опять же, надо понимать, что если кто-то не подходит лично вам, это не значит, что он вообще нигде не применим. Поэтому тоже тратить чужое время на то, чтобы из осинки родились апельсинки, не надо. Вот. Да-да. Спасибо за доклад. Я просто хотел уточнить один момент. Ты совсем понял. Вы на стажировку берете людей, которые уже прошли курсы? Ну, не на стажировку, а просто на работу. Все, все. Вопрос, точните, ничего себе стажировка, что еще и курсы надо пройти. Нет, ну, это как бы выбор каждого, самостоятельный выбор, что хочет он пройти курсы, без них не уверенно себя чувствует, хочет он еще что-то сделать, для того, чтобы чувствовать себя более уверенно. Кто-то, например, даже сразу на первую работу выходит с уже полученным стекью би-сертификатом, мое почтение просто. Спасибо. Ну, что ж, на этом все. И... Да. И нужно отдать кому-то бумажку. Чей вопрос был? А вот там вот дядечка, вот который... Вот, да, ты. Да, не за что. Что ж, всем спасибо. 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 Спасибо.